Ты тренер, да? Да. Ну да. Как тебя звать? Я Трубин Виталий Анатольевич. Давно занимаешься? В фармрестлинге уже 17 лет. 10 лет на тренерской работе. Заслуженный тренер Республики Казахстан. Везем команду в Кокшитау на Кубок выступать. Классно. Это твои девчонки? Маша учится, да. Круто. Как дела? Все нормально. Отлично. Ну, это тоже тренер. Да, тренер? Ты же тренер, да? В каком вагоне? В 17-й. Это тоже наш. Как дела? Ничего не нормально. Как ездиться? Супер, вот супер. Супер. Отлично. Вы у нас тренера, да? Конечно. Расскажите о себе. Вот наш тренер, заслуженный. Расскажи о себе. Что рассказать? Не знаю что-нибудь. Сколько занимаешься? Как зовут? Я уже лет 15 тренируюсь. А может 20? Да, я не помню. Я вообще начал свою жизнь. Ученики? Да. У них надо спрашивать. Сколько тренеров? Да. Мы-то уже в тренерской деятельности у нас все сделали. Вот теперь за них валяем. Это 4 года. 4 года? 3. Классно. Нравится? Конечно. Получается. Сколько медалей? Килограмма. 5, 6, 7, 10, 25. 25? Около 25-30 медалей. Не задумывались ломбард сдать? Нет. Тренер. Рейсов Ислам. Громче говори. Рейсов Ислам ученик. По мужикам стал первым. Классно. Как ученика зовут? Рейсов Ислам. А тебя как звать? Скандальтер Боспект. Не, в поезде. И он на мировых стал первым, да? Да, да. Уехал я. 55-55. Да, да. Нормально. Как у тебя внутри, когда он выиграл? Полчаса тронулись. Гордость. Гордость? Что, вы куда едете? Едем на открытый Кубок Казахстана по вармрестлингу и гиревому спорту. Город Кокшетау. Из города Тарас. Всем пламенный привет. Занимайтесь спортом, развивайтесь. Удачи. Заман же говоришь. Давай, брат, тебя ждут люди как-то. Да нет, ты у нас звезда, Заман. Слово чемпиону Казахстана. Зами все стесняются. Совсем стеснительные, да? Пока стеснительные после. Ну сейчас, дорога длинная. Дорога длинная, еще успеем все снять. Конечно. Она самая красивая. Мисс. Мисс. Как звать? Валентина. Чем занимаешься? Валентина. Давно? Четыре месяца. Она уже подготовилась на кубок. Его нету. Валентина. Покажи, что так. Я похудела, их не видно. Покажи. Похудела, наоборот, сейчас ревела. Опа, зарудит. Ни хрена. Не, ну я программист. Программист не положено. К Анатолию у нас собрались здесь все серьезные ребята. Спортсмены. Не до спортсменов. Самое главное, под предводительством тренеров, таких именитых, как Виталий Анатольевич Трубин. Ты, да? А я так, я так, как помогер, помощник. Валентина, у нас там тоже сухое морозное? У нас не сухое, у нас влажное. Я, конечно, себя снимаю, мы просто в кадр попали. О, здесь такой прикольный вагон, короче. Ну чё там не так идем? Ну чё там не так идем? Ты чё делаешь? Короче, вагон разрисован. И в честь там чего-то там дуганного. Я не знаю. Ты чё, очень прикольный. Да? А, очень прикольный. Я знаю, да? Да я сам прикольный такой. Это, короче, детский независимость. То есть, это, короче, Евгений Анатольевич знает хорошо казахстан. Транслейтер. Спешил для меня. Конечно, так снимать хорошо в Астане, но, сука, руки мерзнут. О, снова я из Кокшетава. Вон там сзади меня вы можете наблюдать город. Такой сверкающий. Так, вот на этом автобусе нас возили сегодня весь день. И сейчас мы пришли в такое замечательное место. Называется Алдар Косе. Косе. Кафешка. Все, кто побывает здесь, советую обязательно сходить в это место. Классные блины. Шикарный плов. Что еще? Солянка тоже ничего такая. Правда, находится чуть-чуть на окраине города. Короче, не знаю, где-то здесь на горе. Возле выезда. Это первый день у меня здесь. Да, тут есть такая даже детская площадка, где можно посидеть. Если будете летом, вообще классно. Прикольно. Правда, холодно. Вот так все классно. Ну, все. Пис. 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 Как дела Джигетер? Ничего Это наши спортсмены Арместер Правда, холодно здесь Это Лайсин? Да Как дела? Да у нас-то все хорошо, это вы замерзли Дааа Я вот смотри Зимой даже в кофте не делаю, я всегда в футболке хожу Ну я тоже Ты просто не знал, что холодно, поэтому оделся тут Не, у меня сверху не мерзли Так я с ней замерзли Это Илья Ильин Всем привет, я из Качтау Мы сейчас находимся в куроке Боровое Показали таразовским ребятам Боровое Немножко они замерзли Сейчас поедем в Качтау Немножко отогреется и отправим назад на мой Тараз Для нас тут тепло, всего 10 градусов мороза Что-то Толян заверзли Да, у меня аж камера отрастется Что летом приезжайте Летом Покажем Боровое во всей красе Обязательно приедем Ну и замерзший я, короче Потрясись на камеру Не, реально холодно, говорят, что допустим Да, на севере там типа мороз не так сильно чувствуется Хрен там что, ребята, хрен Здесь еще сильнее холодно, 9 градусов Ветер ужасно холодно Как они здесь живут, я не знаю Тепло, это еще 9 градусов, это тепло У нас среднее 25-20 градусов Все? Молодец А это, дорогие мои, Илья Ильин подрабатывает дворником Вот, учит дочу тоже, как надо работать, зарабатывать деньги В какой-то... Казахстан же провел в магазине А? Я говорю, Казахстан же провел Деньги-то отбывать Да Я вот Казахстан и провел, потратился, вот теперь Чтобы хотя бы в ноль выйти отрабатывают Вот нанялись, с дочей чистим снег Влада Седан Баклажан Влада Седан Баклажан Сколько лет занимаешься оркестингом? Оркестингом Лет 12, наверное Я считаю, с того момента, когда я был на мотив мастера спорта Республики Казахстан Я не знаю, когда я был на мотиве, когда я был на мотиве, я был на мотиве, но я не так считаю, что я не сталкивался за сенсором Вот, за ту, так сказать, спортивную карьеру Вот, из всех видов спорта, которым ты занимался, что больше оставило такое неизгладимое впечатление? Борьба греко-римская, оставила тут впечатление хорошее, мне очень нравилось бороться, но там, в принципе, с тренером начались разногласия, в бане тренировочного процесса. То есть, то что остальное, как бы были разногласия, продолжал тренироваться, в греко-римской турбой, просто у нас в спортивном интернете проходили соревнования, пара на своих борочках. И я решил просто для себя побороться. То есть, раз у нас проходим, ну почему бы побороться? Поборолся, выиграл, и как бы там тренировал, то есть, я предложил заниматься армрестлером, и вот с тех пор я уже 12-13 лет уже тренировал. Что ты можешь посоветовать начинающим спортсменам, армрестлерам, которые, ну как сказать, начали и может быть где-то выступили уже пару раз? И, ну, хотят дальше заниматься. В первую очередь, пожелать нам найти хорошего тренера с именем, с титулами, который действительно может правильно показать упражнения, рассказать технику упражнений, учить, правильно бороться. А если занимаются самостоятельно, то сейчас в интернете много всякой информации. Но, опять же, кого попало, не стоит смотреть. По совету Игоря Мазуренко посмотреть весь цикл тренировок. Дмитрий Трубин очень хорошие советы дает. Папа Петровки открывает свои чемпионские секреты. И, в первую очередь, базу надо делать. Базовый упражнений на кисть, на бицепс, на грудь, на спиды. Это дворец спорта. Дворец спорта Бурабай, где тренируется сборная команды Аквонистской области по армрестлерам. Так сказать, некий армрестлер в городе Кагштал. Также здесь тренировочная база хоккейного клуба Орлан, который занимает второе место в республиканском чемпионате по хоккею. Также плавательное бассейне есть, 50 метров. С вами снова Илья Ильин. Снова на связи. По водителям подрабатывают, а то дворникам. Как могу Казахстан отбивают. Там дочка с супругой. Это его семья. Контролирует ситуацию. Помаши дядя ручкой. Привет, принцесса. Помаши ручкой. Дядя, привет. Привет. Скажи, я помахал, объяснял твои проблемы. Нет. Дядя. Привет. Это Professor.